Привет всем, с вами Дмитрий Рашенко. Сегодня поговорим о странных студентах, которые учатся в Российской Федерации по очной форме обучения в колледжах, то есть профессиональное образование получают, либо в вузах, степень бакалавриата, магистратуры здесь хотят получить. Официально, естественно, они здесь обучаются, находятся. Они имеют право с 5 августа 2020 года без оформления разрешения на работу подработать по трудовому договору. Соответственно, законопроект был инициирован Валентином Матвиенко и Вячеславом Володиным, председателями Совета Федерации и Госдумы. И на самом деле проблема эта стала решаться. И вот эта процедура бюрократическая, разработан был федеральный закон, который отменит эту процедуру в связи с тем, что 150 болгарских студентов уехали из Российской Федерации, потому что у них были сложности с оформлением, трудоустройством и так далее. То есть, действительно, достаточно короткий промежуток времени каникул у студентов, и к этому времени нужно подготовить, сдать документы, получить разрешение, потом трудоустроиться. То есть, вот эту ступень бюрократическую МВД исключило. С 5 августа вступила в силу по закону Ак-Министерства внутренних дел, который исключает именно положение трудоустройства студентов из различных бланков, форм заявлений для получения разрешения на работу. Значит, для того, чтобы иностранному студенту работать здесь легально во время каникул, как я уже сказал, он должен быть студентом в очной форме обучения, колледжей, вузов, техникумов, имеющих госаккредитацию. И опять же, вот этот рабочий график, он должен быть согласован с работодателем и не должен совпадать с периодом обучения, с лекциями, семинарами и прочими процессами. Трудовой договор подлежит расторжению после того, как вы стали выпускником, то есть, закончили обучение и с вами фактически расторгнут договор на обучение. Если вы с 5 августа являетесь иностранным студентом и хотите оформиться на работу, то для этого вам достаточно заключить трудовой договор с работодателем, уведомить вуз о том, что вы трудоустроились с такого-то по такой-то посрочному трудовому договору, начинайте работать. А вуз, соответственно, уведомит Минтруд и без всяких разрешений можете осуществлять трудовую деятельность вот в период каникул. Теперь вот я еще раз подчеркну, что именно очникам, очной формы обучения колледжев, техников, вузов, то есть, бакалавриат, например, магистратура, аспирантура не нужно будет получать разрешение на работу. Это очень важный такой момент. Я думаю, что необходимо было намного раньше убрать вот эту дополнительную бюрократическую ступень для студентов, потому что действительно не должно быть никаких ограничений. Именно для очной формы обучения подработать во время каникул, потому что это во всем мире, это действительно реализовано, и у всех есть такая возможность. Спасибо, что посмотрели данное видео. Успехов вам в решении миграционных и других вопросов. Всего доброго.